Всем привет! Каждому хочется не только вырастить большой урожай, но и сохранить его как можно дольше. Ведь нет ничего приятнее, восхитительнее, чем вот когда у нас мороз минус 26 градусов, спуститься в подвал и достать своих свежих, выращенных собственными руками, овощей, но иногда и фруктов. Яблоки тоже долго хранятся. С вами снова Ольга Чернова, моя огородная азбука. И вот после вчерашнего выпуска огородной азбуки, где я показывала, как я храню томаты, конечно, поступило очень-очень много вопросов. Все люди хотят узнать именно, какие сорта хранятся лучше, хранятся дольше, какие спеют без отходов, все вот эти подробности. И хотя сегодня у нас вторник и нет никакой, по расписанию не должно быть огородной азбуки, но я решила сейчас как внеплановый выпуск снять, прям на ходу, вот у себя на рабочем месте, потому что я даже не стала там собирать отдельный стол, потому что мне некогда, сижу на заказах. Вот видите, вот эта стопка отдельных готовых заказов. Если кого-то интересует, дошла до 154 номера, все эти заказы будут на этой неделе отправлены. Ну, кстати, я каждому из вас написала, кому я собрала, так что очередь двигается, движется. В декабре буду принимать новые заказы уже. И вот начнем про хранение. Я сейчас, почему именно сейчас решила снять? Потому что я вот достала, например, желтый банан, сейчас я его в течение двух дней скушаю, его уже не будет. Я уже не смогу вам показать качество поспевших плодов и ничего, как сказать, наглядно. Поэтому те томаты, которые я достаю и буду употреблять в еду, я вам буду по одному, по два сорта показывать. Я вчера уже говорила о вчерашнем видео. Кто не видел, посмотрите, там много информации полезной. Вот рекордсмен по стопроцентному выходу продукции, это получился у меня банан оранжевый. Что это значит? Это значит, я не про длительное хранение говорю, а про то, какой вообще не испортился. Я вчера там в темноте не рассмотрела, сказала, что ни одной помидорки не испортилось. Но подняла я его, когда наверх лоток, одну я все-таки нашла. Вот в районе жопки было у него темное пятно, как начинал он портиться. Зато остальные, смотрите, какие. Как будто только что я пришла из магазина или с базара, как будто вот я свежие их только что купила. Это банан оранжевый. Кто не знает, этот сорт я специально открыла страничку, там где он написан. Я сейчас прям буквально быстро-быстро, за 2 секунды. Это среднеспелый, высокорослый сорт. И обратите внимание, что банан красный у нас детерминатный, можно вырастить без посынкования. Он форма такая же, только красный. А банан оранжевый, он у нас идет как индетерминатный, он полтора метра и выше высотой. Вот эту разницу вы должны знать и не путайте. Если вы его возьмете как низкорослый, нет, он вырастает в человеческий рост. У меня вот вырос, он прям с меня высотой. Рекомендован для открытого грунта и временных пленочных укрытий. У меня он вырос в открытом грунте. Формирует в один стебель, удаляя все пасынки, плоды удлиненной формы. Но это все мы уже видели. И написано, идеален для цельноплодного консервирования. Почему-то производители, они вероятно не проводят таких испытаний. Они никогда не указывают на пачки, какие из сортов, ну очень редко указывают, какие из сортов можно хранить длительный период. Вот. Обычно все знают, что для этого есть специальные сорта. Там такой он, жираф и, ну не забыла уже, еще какой-то один. Два сорта, которые они на слуху для зимнего хранения. Но большинство из наших, даже вот из местных сортов, если создать идеальные условия, они могут храниться и месяц, и два, и три. Так, вот именно про банан оранжевый я говорю. Сняла его, вот у меня я вчера показывала, сняла его 5 октября. Но сняла, почему 5 октября? Потому что спелые вот эти все бананы я до этого уже сняла. Я их употребила, куда мне надо, по разным целям. Какие-то на семена пошли, какие-то пошли там на переработки. А эти бананы у меня висели зеленые, ну вообще зеленые. Они были прям, не фаза молочной зрелости, а вот полностью зеленые. С 5 октября, вот по сегодняшнее, по 13 октября, они полностью вызрели. То есть им нужно было месяц, ну месяц с лишним, месяц и неделю. Сколько бы они хранились дальше, я не знаю. Я не оставила их на дальнейшее хранение, потому что дальнейшее хранение подразумевает, что какие-то начнут портиться, какой-то будет отход. Но вот за месяц с лишним, во время созревания, у них не было почти никакой, вот я не делала выбраковки, я говорю один всего. 100% созреваемость и 100% сохранность плодов, что очень важно. Если вы этот сорт положите хранить куда-то в холодное, как я говорила, там от 5 до 10 градусов, чтобы этот был подвал. Может быть какая-то застекленная, утепленная лоджия у некоторых позволяет хранить такую температуру. То вы сколько положите, столько и возьмете. Это очень важно, потому что некоторые сорта, когда мы укладываем на хранение, они текут, они начинают портиться, они теряют свой внешний вид. Так, про внешний вид мы поговорили, выход 100%. Теперь поговорю про вкус. Если сравнивать с остальными, я вот вчера попробовала петрушу, в конце про него скажу, попробовала другие. По вкусу банан оранжевый превзошел всех по сладости. Я же говорила еще летом, что если мы укладываем в фазе меланжевой зрелости, то есть с проблесками уже расцветки, или в фазе молочной зрелости, то они дозревают, и возможно они лучше по вкусу, чем те, которые положили зеленые. Ну вот эти я положила зеленые, и несмотря на это, они сладкие. Ну, наверное, я это объясняю тем, что желтые и оранжевые сорта, они вообще более сладкие. У них, наверное, изначально при формировании плода уже какой-то процент сахара образуется. Я вот вам разломила, к сожалению, которые были самые крупные и самые спелые. Я вчера уже съела, потому что у меня вчера был первый день, который можно было скушать с томатами. Мне такие вкусные томаты показались после этой капустной недели. Я с удовольствием съела все вот эти желтые бананы. Ну и смотрите, на разломе он очень плотненький такой, он плотненький, хороший. И мякоть у него крупенчатая даже на вкус. Вот ешь она такая, как картофельная, какая-то как рассыпчатая, сахаристая. Так что вот этот сорт хочу довести до вашего сведения, банан оранжевый, что он после длительного хранения из зеленых при созревании даже не теряет качество свое по вкусу. Он намного вкуснее магазинных томатов, которые как пластмассовые. У него такой, ну прям кушаешь томатный аромат и очень сладкий вкус. Все, нахвалила его достаточно. В конце хочу сказать, что, к сожалению, у меня семян этого сорта нет. Если кто уже намерился, настроился у меня заказывать, я эту всю хвалебную песню не из-за того, чтобы привлечь заказчика в паю, а просто, чтобы вы знали, что этот сорт очень хороший. Я почему-то нынче впервые его выращиваю, и я вырастила только для себя. Вот на развод у меня несколько, ну совсем немного, небольшое количество семян. Хватит только первым заказчикам, может быть еще сотни. Все, больше никто не получит, и поэтому, кто сегодня узнает о нем впервые, бегите за ним в магазин, ко мне не пишите. Ни добавки, ни изменений, ничего. У меня нет этих семян, сразу говорю. И когда я говорила, что очень хорошо хранятся перцевидные, хочу еще отметить, очень долго пролежал вот такой перцевидный полосатый. Тоже сразу говорю, у меня семян этого сорта нет, я его сейчас похвалю просто так, мне самой прислали в прошлом году семена на развод, я посадила буквально 2-4 кустика, собрала семена, но к рассылке нынче не выкладываю я его. Очень хороший сорт, очень легкий. Вот он лежит уже полтора месяца у меня, и у него прям, ну он как с куста, все, несколько слов. Еще очень хорошо сохранились вот эти все маленькие черненькие, добарао черный, потом мавр, тоже они все хорошие, снимала полностью зелеными, потому что те, которые спелые были, я сразу их использовала. Вот это была зелень, зелепупики. Пожалуйста, солите, можно вялить, можно солить, можно делать всякие разные заготовки, потому что созревают они почти без отхода. Вот те, которые зеленые, они как раз за месяц, за месяц, месяца-две недели, за полтора месяца они дошли, очень хорошо поспели, хорошо лежат хранятся. Хуже у меня сохранились, но тоже хорошо поспели из зеленых, вот такие вот крупноплодные. Когда я говорила, что крупные лучше не закладывать, но у меня, так как петруши много было и осталось, расскажу все-таки, как и они сохранились. Они поспели все. Вот петруша вот этот был в фазе молочной зрелости, но тоже зеленый. Вот эти были вообще зеленые, как эти, как пробки. Ну, потому, ну, потому что они поспели. Еще неделю назад их нужно было употребить. Все-таки те, которые переспели, вот видите, вот эти уже мягкие, они вот мягкие как бы поплыли. Те, которые переспели, я лоток взяла, вроде бы все целые, но внизу у них уже образовались пролежни, видите. От того, что томат сильно спелый, от того, что все-таки давит на него, и вот там, где пролежень, он начинает портиться. Так что, если будете закладывать петрушу, например, его нужно вовремя доставать и вовремя употреблять. И еще одно. Из зеленых, когда они поспели, я открыла, если тот оранжевый, этот, ну, банан оранжевый, был прям такой сладкий, вкусный, у петруши ситуация немного другая. А не то ли из-за того, что они были сильно зеленые, или что у него, видите, у него средина не покраснела, а оказалась вот такая вот, немножко как с белыми. И он с ноткой кислинки. Он все, его кушаешь, он ароматный, он вкусный, но сладости той, которая летом была, ее нет. Так что, все-таки, если из зеленого, при длительном хранении петруша, то он вкус меняет. Но если вы помните, что я вам снимала видео, примерно, не помню, три недели назад, что ли, петруша, который я сняла чуть-чуть, как, более, они как были такие, в начале меланжевой зрелости, то есть не совсем зеленые, как лягушата, они вызрели, и они были вкусные, ароматные. Ну, вот это вот, что с них брать, это вот, конечно, последние. Они у меня последние, они были зеленые, и им, вероятно, ну, чего-то не хватило в этом темном, холодном подвале. Их, наверное, нужно все-таки держать дольше, когда чуть-чуть бурые будут. Но все равно первую партию, вот, две недели назад, я уже употребила в салаты, во все, те были очень вкусные. Но для ноября петруша немножко уступает вот этому желтому плоду. Все, не буду вас долго задерживать. Вот те сорта, которые я сегодня рассказала, я сейчас, я там еще достала и казанова, там еще какие-то, я буду сегодня на гарнир делать запеченные томаты, запеченный перец. В следующий раз, когда достану следующую партию, я вам расскажу о других. Вот сегодня я похвалила банан оранжевый, очень долго хранится, безотходно и сладкий. Похвалила перцевидный полосатый, на вкус я еще не ела его, но хранится очень долго лежит. Очень хорошо дозариваются мелкие, сюда же можно медовую каплю, там поспела еще медовая капля, вот медовая капля, добарао, черный, черный мавр, все хорошо хранятся, долго. И петруша, хранится долго, вызрел весь, но по вкусу желтым вот этим оранжевым немного уступает. Аромат есть, но присутствует кислинка. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это краткий обзор томатов, которые очень долго хранятся зимой и которые мы можем употреблять в то время, когда уже ничего такого у нас свежего в огороде нет. Пожалуйста. Вот томатик.